Уважаемые друзья, сегодня мы поговорим с вами о нарушении функции почек при длительной декомпенсации. Что такое декомпенсация? Это постоянный повышенный уровень сахара в крови. Из-за высокого сахара в крови в почках поражаются мелкие сосуды, которые помогают почкам выполнять функцию фильтра. Они, основная функция почек, отфильтровывать ненужное для организма и выводить из него, а нужное оставлять и возвращать обратно в кровь. Одним из признаков начала нарушения работы почек является появление белка в моче. Так как сами нарушения работы почек определить в начальной стадии невозможно, Я рекомендую всем людям с диабетом, особенно с диабетом, хотя бы раз в год проводить анализ на наличие белка в моче. Другим признаком нарушения работы почек является постоянное повышенное артериальное давление. Соответственно, для профилактики необходимо в каждой семье иметь аппарат для измерения давления сахара в крови и регулярно производить данные измерения. Основой профилактики данных нарушений, конечно же, является постоянный самоконтроль, диета и, соответственно, физические упражнения по своему состоянию. У кого-то более активные, у кого-то более умеренные, но обязательно двигаться. Ну и в завершение, традиционно, защитите свою семью, предупредите диабет.